Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Город Санкт-Петербург приветствует вас. 23 сентября на календаре. Ледовый дворец перед вами. Здесь сегодня очередной матч регулярного сезона. Седьмого сезона континентальной хоккейной лиги. СКА у себя дома на площадке принимает адмирал из Владивостока. Матч, который будет любопытен сразу по нескольким моментам. Здесь понятно и противостояние вратарей, о котором я чуть позже скажу. И возможность Илье Ковальчуку продлить свою удачную, результативную бомбардирскую, снайперскую серию. Ну и, наверное, самое интересное, что сегодня может произойти, это победа СКА. Если она состоится, она станет в восьмой уже в нынешнем сезоне. То есть восемь подряд побед на старте сезона. Причем пока вот все победы у СКА в основное время. СКА уже повторил свой прошлогодний рекорд. Результат в семь побед подряд. Если сегодня армейцы снова выиграют, то они установят новый рекорд для континентальной хоккейной лиги, одержав сразу восемь подряд побед на старте сезона. Это пока что еще не будет рекордом с точки зрения чемпионатов России. Если мы здесь еще посмотрим на чемпионаты Суперлиги, все то, что было до континентальной хоккейной лиги, то в этом случае, если СКА одержит победу, СКА только сравняется. Сравняется с Череповецкой Северсталью, которая в сезоне 2004-2005 одержала те самые восемь побед на старте. Но вот если сегодня СКА побеждает, СКА догоняет Северсталь, в КХЛ уже становится рекордсменом. Ну а если еще и после этого в четверг с Атлантом выиграть, то вообще уже будет рекордсменом не только в КХЛ, но и вообще в чемпионатах России. Но для этого надо выиграть вообще-то, да, что тоже может оказаться не самой легкой, не самой простой задачей. И здесь такой еще любопытный момент, ведь сегодня армейцам необходимо устанавливать этот рекорд в матче против Адмирала. А дело в том, что история встречи СКА и Адмирала пока что, пока что не насчитывает ни одной победы СКА. Да, эта история не очень большая, всего два матча команды провели в предыдущем сезоне. Но в обеих встречах Адмирал одержал победу. Причем и здесь, в Санкт-Петербурге, Адмирал выиграл 3-1. И затем у себя дома в Владивостоке тоже одержал победу в серии послематчевых бросков 5-4. Там при том, что Адмирал ведь отыгрывался, они проигрывали 0-2, проигрывали 2-4. Но вот все-таки сравняли счет дважды, свели основное время той встречи в ничью, а потом одержали победу в серии пулитов. Так что пока СКА Адмирал ни разу не обыгрывал. В прошлом году, если помните, серию СКА прервал Донбасс. В Донецке тогда было 7 побед у армейцев, и также они у себя дома выходили на 8-й матч в надежде, что вот сейчас этот рекорд состоится. Ну, вернее, он уже к тому моменту состоялся, КХЛ-овский, именно КХЛ-овский седьмым матчем. А вот восьмой матч, все, 4-2, Донбасс выиграл, и СКА остановился на отметке в 7. Сегодня СКА против Адмирала. Остановится ли на отметке в 7 матчей подряд, выигранных на старте, или все-таки доберется до восьмерки, мы узнаем через два часа с небольшим. Ну, а пока СКА, естественно, лидирует в западной конференции, лидирует во всей лиге. 7 матчей и 21 набранное очко, ни одного потерянного очка на старте сезона у Адмирала совсем другая история. Адмирал провел 6 матчей и набрал только 6 очков. Две победы одержаны в последних вот этих домашних спарринных матчах против Бориса из Астаны. Ну, я думаю, первый-то матч этих двух команд из этой спарринной серии уже точно вошел в историю. Благодаря выходке Андрея Назарова. Но и без Назарова, без вот таких жестов, как это в странном открытом письме было названо, жесты, направленные на укрепление таможенного союза между Россией и Казахстаном, или что-то еще там в этом духе не очень адекватное тоже звучало. Но так или иначе, в том противостоянии Адмирал с Назаровым или без Назарова одержал две победы над Борисом, набрал 6 очков. Это позволило команде, ну, так, какую-то более-менее уверенность в себе обрести, занять сейчас 12 место на Востоке, а не последнее, как это могло бы быть при продолжающейся проигрышной серии. Ну, и над Душиным Грегором так вот вроде бы вот этот топор над шеей отставочный, он вроде как-то так вот перестал сейчас надвисать и отодвинулся чуть подальше. Ну, вот теперь Адмирал поехал на выезд. Адмирал поехал на выезд, выезд будет довольно сложным. И, наверное, самым сложным будет начало этого выезда, потому что это матч против такой мощной команды, как СКА. Посмотрим, что будет получаться у гостей, у Адмирала. Но, честно говоря, вот несмотря на то, что СКА так здорово, так уверенно стартовал в этом чемпионате, в этом сезоне вот такой вот уверенности, что Адмирал сейчас выйдет и сдастся сразу и ляжет на спину с поднятыми лапками наверх, да, вот такой уверенности ее нет. И, честно говоря, если вдруг сегодня серия Армитев прервется, и Адмирал окажет серьезнейшее, достойнейшее сопротивление, ну, вот лично я удивлен не буду совершенно. Но, опять же, будем смотреть, как это все будет развиваться на площадке. Помимо вот этой серии общекомандной для СКА, сегодня также обращаем внимание, конечно же, на Илью Ковальчука, потому что Ковальчук является лучшим бомбардиром и лучшим снайпером сезона на данный момент. И, к тому же, у Ковальчука своя собственная, очень приличная результативная серия. Дело в том, что Илья Ковальчук забивает сейчас уже в пяти матчах подряд. И для Ковальчука эта серия тоже является повторением собственного личного рекорда. Последний раз в чемпионатах России Илья Ковальчук забивал в пяти матчах подряд, еще выступая за подмосковный «Химик» в сезоне 2005-2006 годов. Тогда за пять матчей он забросил семь шайб, в этом году за пять девять. Если забьет сегодня, соответственно, установит свой новый личный рекорд. Шесть матчей подряд заброшены с шайбами. Тот же Пеха, тоже за этим сегодня внимательно следим. Появляется стартовая пятерка хозяев площадки. И здесь обращаем внимание на то, что воротом в этом матче сегодня будет защищать Евгений Иванников, а не Александр Салок. В предыдущей игре у СКА также весь матч Иванников провел. И тогда Салока даже вообще не было в заявке. Это был матч против «Нефтехимика», где СКА одержал победу уверенность за счетом 5-1. Сегодня Салок в заявке, но Салок в запасе. Тоже это может оказаться довольно любопытным. Ну а противостоять сегодня команде СКА будет с первых минут Иван Налимов. Человек, который в адмирал как раз из Санкт-Петербурга и приехал. Так что сегодня противостояние двух вратарей, которые еще совсем недавно находились в системе СКА. И не претендовали на звание первых номеров. Это и Иванников, и СКА. И Налимов, естественно. Но вот сегодня друг против друга. Это будет любопытно в любом случае. Сейчас слушаем гимн России. И затем смотрим хоккей. «Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Что, Божья, моя великое слава, Твоё настояние на земле векла. Славься, Отечество! Твоё настояние на земле векла. Славься, Отечество! Гимн России прозвучал «Смотрим на суде». Это Сергей Беляев и Михаил Бутурлин. Два главных арбитра и Дмитрий Сивов, Сергей Щелянин. Это два лайнсмена, которые будут им помогать. Составы команд «Адмирал» перед вами. Здесь мы обращаем внимание на то, что нет Михаила Науменкова, который отправился в ЦСКА после обмена на Проскурякова и Лисова. Проскурякова и Лисова тоже пока в этом составе нет. Ну и сегодня вернулся в состав Константин Соколов, вытеснивший Олега Лид. Душан Грегор – главный тренер «Адмирала» перед вами. Состав СКА из Санкт-Петербурга. Здесь отмечаем по-прежнему отсутствие Джимея. Александр Центрального, впадающего против первого звена. Шведский форвард с 34-х лет. Отраду пропускает уже вторую встречу подряд. Сегодня в первой тройке будет действовать Александр Кучеряенко. Мы его видели во время представления стартовых пятерок. Вячеслав Быков, главный тренер, также сегодня не поставил в состав Антона Бурдасова, Игоря Макарова и дал шанс Илье Куплокову и Евгению Кетову. Это очередные ротации в четвертом звене. Итак, стартовое вбрасывание. Встреча началась. Илья Зубов это вбрасывание выиграл. И стартовые пятерки давайте вам назову как «Адмирала», так и «СКА». У «Адмирала» здесь тоже не вне игры. Похоже, у «Адмирала» начинают эту встречу. Илья Давыдов, 66-й номер. И Ян Колыш, 29-й в защите. В атаке Алексей Югаров, 18-й. Илья Зубов, 38-й. Наверное, 77-й номер. У «СКА» первое звено. Илья Ковальчук, 17-й. Александр Кучерявенко, 15-й. Виктор Тихонов, 10-й в атаке. В обороне Дмитрий Калинин, 7-й. Динар Кофизулин, 3-й. Еще одно вбрасывание. Кучерявенко на этот раз выигрывает его у Зубова. Кофизулин от синей линии по борту шайбу запускает в глубину зоны. Там Зубов. Передача на Лисина. И вот вдвоем бегут Владивостокские нападающие в атаку. Бросок этот заблокирован. Зубов. Передача налево. И под шестым номером появился на льду Денис Осипов. Вместе с ним. Какая ошибка. Понарин. Бросок Налимов вступает в игру. Шайба так он потерял немного из виду. Она отскочила прямо перед ним. Но удалось потом эту опасность ликвидировать его партнеров. Вторые звенья на площадке. У «Адмирала» Денис Осипов. Шестой. Логан Пайет, 39-й. Это повтор броска Понарина. И вот Налимов шайбу отражает и ищет ее за воротами. Она-то перед ним. И если бы не подоспел Пайет, здесь Понарин мог бы уже добивать. И, возможно, это был бы гол. Вторая тройка нападения. «Адмирал» Рихард Кюнге, 11-й. Александр Горошанский, 19-й. Николас Бергфорс, 10-й. У СКА. Вот и Иванников также вступает в игру. У СКА второе звено. Здесь Юрий Александров, второй. Андрей Кутейкин, 45-й. Два защитника в атаке. Артемий Понарин, 72-й. Вадим Шипачев, 87-й. Евгений Додонов, 63-й номер. Третье звенья. Так, я смотрю, постепенно. Еще нет, не появляется. Это Шипачев, бросок у ворота. Вот там было немного похоже на зацеп. Но вроде бы без удаления все обходится. Так что Шипачев бросал и мог забивать. А это Александров. Пас на Шипачева не проходит. Додонов. Горошанский за воротами на Бергфорса. Бергфорс в шайбе не успевает. Шайбе, тем не менее, выкатывается в среднюю зону. И на смену отправляются и те, и другие. И Чудинов, 73-й номер. Чудинов, он в паре с Антоном Беловым. Белов, 77-й. И легионерская полностью тройка. Торосом, 41-й. Мортенсен, 9-й. Черенка, 70-й. Черенка, Шайба за воротами сейчас. Передача под подключение Чудинова. Против Чудинова внимательно действует. Хоккеисты Адмиралы в своей зоне. Не позволяют. Ему бросить по воротам. А это так уже ответный. Здесь рикошет. И что-то по-прежнему у Сигарева. Вот, кстати, еще один человек, который играл за СКА. И сегодня против одной из своих бывших команд. Сигарев в центре под 36-м номером. У Адмирала по краям. Константин Макаров, 27-й. И Константин Соколов, 14-й. И четвертые звенья начинают появляться на площадке. Алексей Комикаровский. 23-й номер в атаке у СКА. И он играет в стройке с Сергеем Кубликовым, 29-м номером. И здесь же вместе с ними Евгений Кетов, номер 40-й. В защите под 76-м номером появился уже на льду Андрей Ермаков. Он выходит с Дмитрием Юдиным, 58-м. А у Адмирала, я смотрю, снова первое звено. Снова угар в зыбах Лисин. И пара защитников, осипов поездка. Так что четвертая тройка в виде братьев Кушениных и Александра Горшкова. Пока Грегором придержана на скамейке запасных до лучших времен. Так же, как и седьмой защитник Егор Кожокин, который постоянно попадает в состав. А он так еще и ни разу не выходил. Тихонов делает передачу на пятачок. А там нет никого из партнеров. Никто еще не успел поддержать эту атаку. Зимчонок. А третья пара защитников вот у Адмирала-то выходит. Это Артем Зимчонок, 8-й. И Денис Кузьмин, 89-й. Повтор эпизода с участием Шипачева. Вот здесь, да, тянулся Горошанский, но вроде бы не было нарушения. А потом уже Шипачев не уставил в ногах. Но тоже там был контакт, но без каких-то бы... А вот тут момент. Да, Макаров не прошла передача ему на клюшку. Там успел, похоже, Иванников ее задеть. И смутил этим Константину Макару. Шайба чуть-чуть в другую сторону полетела, не на крюк клюшке Константина Макару. Так бы, в общем-то, счет мог бы в матче уже и быть открыт. Бегут вперед армейцы. Калинин, Хафизулин. Два защитника впереди этой питерской атаки. Зимчонок отбирает шайбу, делает передачу в среднюю зону. Не проходит этот пас. Приходится снова откатываться к своим воротам. Кузьмин. Зимчонок. Соколов. Очень быстрые смены. Очень короткие отрезки проводят игроки на льду. После чего отправляются на скамейки. И выступает место более свежим хоккеистам. Это в первую очередь про Адмирал. Сразу же с первых минут со стартового бросования на Слив 3 звена. Вот опасный момент Иванников. Вступает в игру. Шайбу не удается ему зафиксировать. И игра продолжается. Кутейкин делает передачу вперед. Бергфарс. Вбрасывая шайбу в зону. Кутейкин прибегает к лицевому борту. Вот здесь наброс от синей линии. Бергфарс за воротами. Оттуда пас на пятак. И Гюнге. Бросок Горошанского. Здорово вписался Горошанский в эту связку к Бергфарсу и Гюнге. Феликс Шуц будет играть теперь в чемпионате Германии. Хотя вроде неплохо себя проявил. Но как тут не сумели договориться о новом контракте. И какие-то другие команды континентальной хоккейной лиги Шуц тоже не подписался. И теперь в Европе продолжит свою карьеру. Ну а здесь Горошанский. Здесь Горошанский в последних матчах против Бориса. В общем-то демонстрирует, что можно и бесшиться. Черменко справа против него Давыдов. Черменко разворачивается и обыгрывает вроде бы Давыдова. Но тут шайба отлетела чуть дальше от ворот, чем хотел из Бараманов. И Налимов шайбу накрывает. Остановка встречи, выбрасывание будет в зоне адмирала, в зоне гостей. Ну вот повтор эпизода. Здесь у Александрова шайба пролетела. И вот-вот момент, когда и Гюнге, и Бергфорс пытались затолкать шайбу в ворота Иванникова. Вот она раз от Иванникова отлетела. Ну а здесь уже успел Шибачев вступить в эту борьбу. И также принять действие. Принять участие в оборонительных действиях. Юдин, бросок от сильной линии. Кетов там перед воротами. Здесь не уставил на ногах в борьбе с Пайетом. Зубав. Не очень понятно, кому дальше была адресована эта передача. Паникаровский. Вброшена шайба в зону, но там был рикошет и в сетку над стеклом шайба попала. Так что здесь игра остановлена. Пока что, пока что 0-0. В этом матче счет не открыт. Но, в целом, так очень все здесь живенько. На хороших скоростях. С моментами у ворот. Так что пока, пока хоккей. Довольно зрелищный. Хоккей смотрится. Я думаю, болельщикам должен он доставлять удовольствие. По броскам, между прочим, у Адмирала преимущество. По броскам в створ 6-3. В пользу гостей. И аж 4 раза умудрился уже в створ ворот бросить Рихард Гюнге. Казалось бы, когда успел. Однако успел. 4 броска от Гюнге и 2 от Грошанского. То есть все 6 бросков нанесло одно и то же звено. Второе. Звено гостей. Ну и знаете, вот все-таки звено Шениных. Я смотрю, одну смену провело. Вот статистику я сейчас открыл. 40 секунд. Вот так 41-43 секунды этих кисток провели на площадке. Вот так незаметно это все произошло. Два брата Ушениных, Владислав и Вячеслав, и Александр Горшков в тройке вместе с ними. Он, наверное, будет еще появляться на льду. Сигарек. Бросок. Подключившуюся к этой атаке Макарова. Черявенко. За воротами соперника в борьбе против Зимченко. Тихонов приходит на помощь. Зимченко тут без шайбы. Вернее, без клюшки, но и без шайбы тоже. Тихонов зато с шайбой и с клюшкой за воротами. Пас на подключение Александрова. Проспали сейчас этот вариант хоккеиста Адмирала. Но Налимов. Налимов выручил. Был на месте, был надежен. Александров. Кучерявенко. Тиген. Теперь хватчет на шайбу в средней зоне. Фанарин. Пас направо. Шипачев. Еще одно падение. Ну и вот здесь уже поднята рука арбитра. И Диан Колорс сейчас получит две минуты за подножку. Не согласен он с арбитром. Давайте посмотрим. Да нет, ну тут было. Что? Что спорить-то? Понятно, что неумышленно и случайно, но... Это нисколько Колорджа не оправдывает. И не может отменить его двухминутного наказания. Так что две минуты у Колорджа за подножку. Первое большинство в этом матче. Большинство у СКА. Арбитра занимает второе место в лиге по реализации лишнего. 27,3 процента. 9 заброшенных шайб уже на данный момент. А у Адмирала с меньшинством все наоборот плохо. 71,4. Это процент нейтрализации. Вот бросок на Лимов. И шайба рядом со штангой пролетает. Фанарин за воротами ее подбирает. Передача на Шипачева. СКА в 4 форварда действует. Традиционно Ковальчук там на позиции правого защитника. Вот он приложился. Пока пристреливается. Будем считать так. Еще одно подключение. Это Дадонов. Прикатил на пятачок, который пытался бросить. Андрей Татчевский, Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Слева направо. Вот бросок Александрова. На Лимов выручает. И потом, смотрите, Дадонов пытается добить шайбу. Но там защитник успевает свою клюшку выставить. Вот это Логан Пайет был. И мешает Дадонова попасть в створ. Продолжается армейское большинство. Тот же состав оставляет на площадке Вячеслав Быков. Гюнге по борту пытается выбросить шайбу. Там Александров ее останавливает на синей линии. Запускает за ворота. Дадонов неприятный рикошет для Адмирала. На пятачок шайба выскакивала. Но здесь удается ее подобрать. Бергфорс по левому флангу. Тащит в зону атаки. Ну, а расстался с ним. Мог бы еще, наверное, как-то потянуть время в меньшинстве. Но зато в средней зоне еще один перехват. Бергфорс назад. Все правильно. Ну и вот туда, за чужие ворота. Самое безопасное место для своих. Чудинов. 40 секунд туска на численное преимущество. И выходят новые игроки на остаток этого большинства. Торосен, Белов, Торосен, Червенко. Передача налево. Бросок Чудинова не получается у Максима. Соколов пытался выбросить шайбу. Ранил к вышку. Червенко поступит так. И там Чудинов снова рвался к воротам. Удается остановить этот проход. Адмиральская оборона. Еще один бросок. И мимо ворот шайбы пролетает. И Ян Колордж готовится выходить на площадку в последние секунды его штрафного времени. Чудинов снова на синей линии. Продолжает СКА позиционное нападение здесь разыгрывать. Бросок к воротам. На перекладе на шайбе пролетает. Адмирал уже в полном составе. Так что первое большинство в этом матче СКА не использовал. Червенко шайбой. Осипов. Выбросили из зоны. Есть из зоны. Есть возможность поменяться. И немного отдохнуть на скамейке запасный. Чудинов. Белов. Белов как там рискованно. Через свой пятачок начал кататься с шайбой. А вот здесь здорово. Бросок к воротам. Иванников в игре. Угаров бросал. Там со спины обокрали питерского игрока. И создали опасный момент. А здесь проброс. И вбрасывание в зону питерского СКА отправляется. А это Роман Червенко. Его бросок выше перекладиной шайбы пролетает. А вот и у Шинины, кстати говоря. У Адмирала на площадке. И у СКА несколько уставшее сочетание. Это Кучерявенко и Тихонов. Ну и Ковальчук, естественно, сильный. Хотя, наверное, они-то не особо устали. Вот защитники Чудинов и Белов. Они-то ведь еще и в большинстве играли. Анатолий Тимошук также присутствует на этом матче. Очень активно что-то обсуждает. Постепенно вникает, видимо, в тактические тонкости игры в хоккей. Калинин передача вперед на Тихонова. Тихонов на Кучерявенко. Александр Кучерявенко наконец-то добрался до первой тройки нападения СКА. Хотя, вообще-то, в этом составе он самый опытный. И те 7-й сейчас пошел сезон. Единственный человек из нынешнего состава СКА, кто все 7 сезонов провел именно в СКА. И предыдущий его матч стал 300-м для него в составе армейского клуба. Так что, разменял четвертую сотню. Честно говоря, для меня немного удивительно то, что Кучерявенко не всегда попадает в состав. Да, понятно, что есть такой подбор игроков, что ротация неизбежна. Но, мне кажется, на фоне вот тех игроков ротации, которые есть СКА, Кучерявенко-то мог бы себе же место в основном составе застолбить. Вот это может быть опасно. Кучерявенко, который как раз и конкурирует с Кучерявенко за место в составе. Также центральный нападающий. И они меняют друг друга периодически в четвертых звеньях. Но сегодня, как и в предыдущей игре, нет центра первого. Звена Джимми Эриксона. И поэтому в предыдущей игре на позиции центра выступал Виктор Тихонов, ну а сегодня Александр Кучерявенко. Ну вот момент у Кетова с острого угла. Он там бросал, но еще есть неудобные руки. Налимов с этим броском справился. Дальше игра возобновилась после вбрасывания. Бежит Бергфарс и Гюнги справа поддерживает. Атаку доходит передача до Гюнги. Не удается забить. Похоже, Иванников здесь вступил в игру и встал на пути шайбы. А вот ответ Шипачев. Бросок Налимов. Отбивает шайбу. Подбор за СКА. Понарин. Еще бросок. Мимо ворот шайбы пролетают. Снова подбирают шайбы. Кокисты в синей форме. Еще броски один за другим следуют. Налимов с ними со всеми справляют. Все Адмирал никак не может подобрать отскакивающего от вратаря шайбы. Вот наконец сейчас удалось это сделать. Бергфарс. Передача налево. Там Гюнги. Гюнги уже вот так попроще. Просто отправил шайбу в зону атаки. Очень тяжелая смена была для Адмирала в защите. Хотя могли и забить сами. В этом проходе Бергфарс и Гюнги. Торресен. Бросок поворотом Налимов. Накрывает шайбу. И добывает паузу, которая его команде сейчас крайне необходима. Еще один огненный отрезок. Мы с вами увидели в исполнении СКА в первую очередь. Но и Адмирал тоже имел возможность открыть счет в матче. Ну что, пока 0-0. Пока 0-0. Около 12 минут. 12 с лишним минут сыграно в первом периоде. Вот момент, когда Бергфарс и прошла ведь эта передача. Несмотря на то, что перед Бергфарсом был Юдин. Там вроде пытался его Ермаков догнать. Однако пас прошел на пятачок. И там Гюнги пытался эту шайбу переправить в касание в ворота. Вот здесь видите. Но Иванников здорово сыграл. Евгений Иванников не позволил шайбе влететь в ворота. Но зрители здесь пытаются активно просуметь. Хотя мы видим, что, к сожалению, сегодня, наверное, не аншлаг. Есть некоторые свободные места. Не только вот здесь, вокруг густевого представительства. Но и так вообще где-то вот в целом на трибунах. То тут, то там. Но промелькнут вот такие пустые кресла. Пока ноль-ноль. Пока ноль-ноль. И, кстати, в этом может быть тоже шанс для Адмирала в сегодняшней встрече. Потому что СКА – это самая результативная команда чемпионата. Да. Но очень часто СКА решает все свои вопросы еще в первом периоде. Предыдущий матч против «Нефтехимика» он, в общем-то, выбивается из общей кольи. Когда… Ух, какой здесь момент. И Кетов. Еще момент. Червенко Налимов разлегся на льду и не позволил Шабе влететь в ворота. Два подряд вот опасных момента там. Ну, вот давайте смотреть. Торресон, видите, здесь подставляет. Клюшку совершенно в одиночество наказался. Потом Червенко. Но пока Налимов здесь как лев бьется на последнем рубеже. И, ну, вот смотрите, здесь вот некуда даже бросить этой Червенко. Налимов все перекрыл. Все перекрыл. И Червенко попытался, конечно, но… Шансов, в общем-то, у него не было. А что касается результативности, СКА – 32 заброшенные шайбы. У команды сейчас в активе больше, чем у кого-либо в лиге. И большая часть этих шайб пришлась на первый период. Ну, около половины, если быть точным, 15. Это больше, чем во втором и больше, чем в третьих периодах. Матч с «Нефтехимиком» был наоборот. В третьем забивал СКА в основном. Но так вообще мы помним матчи, когда там 4 мог забить в питерский клуб в первом периоде. И потом уже спокойно доигрывать эту встречу до конца. Так что, если у «Адмирала» удастся выдержать в первом периоде и не пропустить, ну, или не пропустить много, допустим, в этом будет, может быть, шанс для продолжения своей победной серии. Мы говорим о том, что СКА может установить рекорд, одержав восьмую победу подряд. Но ведь «Адмиралы» победной серии, пусть не рекорды, но, тем не менее, две победы подряд сейчас у команды есть в активе. Может быть, и третья. Тихонов бросок к воротам на Лимов. Снова вступает в игру. Здесь Макаров. Доставил шайбу до Пайета. Тот дальше вперед. Кофизулен. Каблуков. Пошел в зону по левому флангу. Пытался бросить. И пнулся в плюшку Ильи Давыдова. Кедов. Пас на сене линии. Ермаков удержал шайбу. Все больше и больше играет Ермаков. Мы помним, что там на старте сезона в первых матчах не всегда он получал много игрового времени. Выходил вот так. Как седьмой защитник. Здесь сменку, там сменку. Когда вроде бы все уже понятно по результату. Ну, чем дальше, тем вот все больше и больше он играет. И уже теперь четвертая пара защитников. Два молодых парня. Юдин и Ермаков. На полноценных основаниях. Игроков основного состава. Также выходят вместе со всеми. Ну, понятно, что все равно там меньше там играют. Чем тот же Калинин и Физулен. Но уже не от случая к случаю появляются на площадке, а делают это весьма регулярно. Вбрасывание в центре площадки. Шипачев против Ушенина. Вот поменялись игроки. А все равно Шипачев против Ушенина сейчас на точке выбрасывания. Насалка мы посмотрели. Вспомнили, как он выглядит, если кто-то забыл вдруг. Кузьмин выбрасывал шайбу из своей зоны. Там на синей линии она застряла. Вот еще одна попытка отправиться вперед. Вячеслав Ушенин. Перехвачена шайба. Панарин. Панарин против Кузьмина. Делает передачу. И подставленная клюшка была до Донова. Прилетела шайба в створ ворот. Снова Налимов выручил. Вот посмотрим, какова будет статистика бросков по итогам первого периода. Я вам озвучивал промежуточный... Это Ариаханин. Я вам озвучивал промежуточный результат. Где-то после первой-третьей периода. Тогда у Адмирала было преимущество. Сейчас очевидно, это преимущество УСКА. Вот последним данным 17-10 в пользу хозяев площадки. То есть и у Адмирала, в общем-то, неплохое количество. 10 бросков в створ за период. Это нормально. Не то, что прям очень много, но их не очень мало. Нормальное, хорошее количество средних бросков за период. А у СКА уже 17. Бомбардировка по воротам Налимова очень приличная. Осипов шайбой. Пас вперед на Алисина. Удается в воздухе дотянуться до этой шайбы. Червенки. Несколько атака Адмирала была приторможена. Удалось забраться в зону нападения гостям. Мортенсен. Неточный пас. Не разобрались. Кто куда должен ехать. Кто кому должен отдавать. Соколов. Рядом с ним Сигарев. У Соколов шайбы расстался. Хафизулен. Снова Хафизулен. Пришла к нему шайба от клюшки Константина Макарова. Здесь Колорш. Кучерявенко. Отобрали шайбу. Но вот здесь возвращается Бергфорс в зону и помогает на обороне. Бросок в воротам и гол. Константин Соколов открывает счет в этом матче. 1-0. Адмирал выходит вперед. Николас Бергфорс. У нас вот не считаются перехваты. Но у него не только голевая передача здесь в атаке. Но еще и перехват. Перехват. Доставка шайбы до чужой зоны. И голевая передача на Константина Соколова. Вот этот пас. И вот этот кистевой бросок. Посмотрите, Арметьев тут всего два. Несколько увлеклись атакой хоккеисты СКА. Не успели вернуться в оборону. Адмирал сюда прибежал всей тройкой нападения. И разобрался с теми двумя игроками, которые противостояли им. Так что 1-0. Адмирал вышел вперед. Константин Соколов автор этой заброшенной шайбы. Первый его гол в нынешнем сезоне. У Бергфорса передача. У Бергфорса передача, которая для него становится пятой в сезоне. И это шестое набранное очко для этого нападающего. Вот так 1-0 в пользу Адмирала. Я вам говорил, что неплохо будет, если Владивостокцы не пропустят. Или пропустят мало в первом периоде. Потому как здесь все складывается. А они сами забили. Забросились сами. И сами, в принципе, через две минуты могут уйти на первый перерыв в качестве победителей. Но здесь тоже ничего еще не гарантировано. Юнгя. Калинин. Пас на Паникаровского. Паникаровский вошел в зону. Дальше на Коблакова. На Коблакова шайбу отбирают. Юзьмин. Александров. Слава Александров. Передача на правый фланг. Кутейкин. Ну вот так забросил шайбу в зону атаки, что она аж вылетела с площадки. И еще раз повтор заброшенной шайбы. Бросок Соколова. Ну и отличный кистевой бросок Соколова. Чтобы мы здесь не говорили о том, что СКА там увлекся атакой. Не успел или может быть там не захотел. Соленцой возвращался обратно в оборону. Но давайте что-то и позитивное здесь увидим. А позитивное это конечно великолепный бросок Инстантина Соколова. Тоже не всегда он попадает в состав. В Адмирале в этом сезоне. В частности предыдущую игру пропускал. В этой тройке, в третьей вместе с Сигаревым и Макаровым играл Олег Ли. А вот сегодня Соколов вместо Ли. И уже сразу по первому периоду можно сказать, что эта замена сработала. Ну посмотрим как опять же дальше. Во втором и третьем периодах будет развиваться матч. И может быть Соколов еще станет главным, не знаю, виновником, антигероем этого матча. Так что мы забудем про эту шайбу. Но пока, пока все для Адмирала хорошо. И пока Соколов молодец. И пока Грегор тот же молодец, сразу сделал эту замену. Осипов выкатил из-за ворот. Передача в среднюю зону. Здесь Червенко шайбу перехватывает. Входит снова в зону атаки. Но и у Червинки шайбу выбивают. И заставляют армейцев откатиться снова в свою зону. Так, быстрое возвращение обратно в атаку. Торсон есть слева, но бросает сам Червенко. Налимов с этим броском справляется. Торсон подбирает шайбу. Перевод направо. Мортенс отсюда еще один раз пытается бросить поворотом. Червенко. Сигарев выбрасывает шайбу. Ну и вместе с этим звучит сирена об окончании первого периода. Так что стартовые 20 минут этого матча позади. Адмирал пока что одерживает победу над командой СК благодаря шайбе Константина Соколова. Николас Бергфорс у него в качестве ассистента. Произошло это на 18-й минуте. 1-0. Адмирал впереди. Уходим с вами на перерыв. Это Санкт-Петербург. Это хоккей СК против Адмирала. 1-0 после стартовых 20 минут и 1-0 в пользу гостей. Команда из Владивостока. Статистика перед вами. 19-11. Как видите по броскам СК перебросал. По вбрасываниям тоже. 12-8 в пользу армейцев. У них было одно большинство в связи с одним удалением Адмирала. Но счет в пользу гостей. 1-0. Адмирал впереди. Чуть более подробно об этой статистике. Ну пока вот вспоминаем единственную шайбу. Это гол Константина Соколова с передачей Николаса Бергфорса. Это 5 бросков в створ нанес Рихард Гюнге. То есть команда бросила 11 раз в створ. А 5 из этих 11 бросков нанес Гюнге. Ну Гюнге лучший бомбардир своей команды. В общем-то и по этому праву. Ну и в целом, наверное, Гюнге старается очень активно. И пытается удерживать свою бомбардирскую позицию. И в команде, ну и вообще в целом. Вот. По вбрасываниям 12-8 в пользу СК. Здесь хорошо дела обстоят в первую очередь у Вадима Шипачева и Александра Кучерянка. У армейцев, у адмирала, отметим, Андрея Сигарева, который выиграл 3 вбрасывания из 4. Ну и вот всего одно удаление, да. Всего одно удаление пока что зафиксировано в этой игре. И тоже вот такой удивительный момент. Любопытный, я бы так сказал. Считается, что новое судейство, новые трактовки правил, они должны идти на пользу в первую очередь индивидуально сильным, индивидуально мастеровитым хоккеистов, которых в составе команды СКА довольно много. Но при этом СКА очень мало зарабатывает штрафов против себя. То есть соперники армейцев в матчах против СКА набрали всего 72 минуты штрафа. Это второе место вообще в лиге. То есть СКА на самом деле очень редко заставляет против себя удаляться. Хотя казалось бы. Итак, второй период. Кучеряенко против Сигарева, кстати говоря. И Кучеряенко это вбрасывание выиграл. Тоже вот любопытный момент, что у Адмирала, несмотря на выигранный первый период, некоторые изменения в составе. И это не просто выпустил Душин Грегор. Хотя нет, да, это именно третья тройка. Я тут подумал, что и сочетание сами себе поменял Грегор. Но нет, это третья тройка, именно третья тройка. Сигарев вместе с Макаровым и Соколовым вышли играть с самого начала. Получается против первого звена, против звена Тихонова. Вчеряенко и Ковальчика. А это бросок Яна Колоджа. Первый бросок в створ в этом периоде. И он нанесен поворотом СКА. Иванников шайбу ловит. А это Сигарев. А вот теперь появляется Зубов. С Сугаровым и Лисиным. И Зубов против Шипачева. Ну, у СКА получается, что все как было. Ну, и здесь, наверное, не должно было быть таких сюрпризов поначалу-то. Так, кто-то сбежит третьего периода, если по-прежнему команда будет проигрывать. А так, понятно, Ковальчук с партнерами первой. Дальше Сипачев, дальше Легионер и дальше четвертое звено. И вот они так и должны выходить сейчас. А вот у Адмирала интересно, да? Несмотря на то, что Адмирал в гостях. То есть первым вынужден. Вот опасно здесь на Лимов. После броска Панарина останавливает шайбу. А Адмирал, несмотря на то, что выпускает игроков первым по счету, Получается, здесь вот начал как-то хитрить уже. Посмотрим, как дальше будет продолжаться наложение звеньев. Ну вот Грошанский, да, с партнерами сейчас Бергфорсом и Гюнге против звена Морфенсена. Бежит вперед Бергфорс с шайбой. Бросок по воротам. Налимов. Поставляет свой щиток. Гюнге. Подобрал шайбу. Выскочила она в среднюю зону. Бергфорс. Еще бросок. Снова и Ванников в игре. Вбрасывание в зоне СКА. Сейчас состоится. Видим, что настроение у болельщиков отлично. Несмотря на то, что команда пока уступает в счете, но мы видим улыбки на лицах людей, которые сидят там на трибунах. Такое мощное там стоп. Клюшка Паникоровского застряла в шлеме у соперника, который там целый прием проводил. Да, забавно. Шанин тот, что Владислав под 71 номером в углу площадки боролся за шайбу. Это брат Вячеслав. Попал при слабой прием, но оставил шайбу для своей команды. И на этот раз клюшку ничью своим шлемом не стал забирать. Владислав и Шанин. Одинчонок. Смотрели мы на него, пока шла игра. Соколов еще бросок у ворота. Да, вот продолжается такая же очередность использоваться Грегором. Звено Сигарева выходит первым. И попадает против звена Почеряевенко. Сигарев в шайбу. Ну, такой, не знаю, насколько оправданный финт. Шайба была потерна. А вот сейчас можно добить Сигарев. И так и не бросил поворота. Начал улучшать позицию. Сигарев в итоге выпустил момент. Осипов. Удаление. Удаление Ускав. Как будто Рылин показывает задержку соперника руками. Вот и первое большинство адмирала. Мы сейчас посмотрим. Удаляется Дмитрий Гилдин. Мы видим, как тяжело дышит. Тоже наелся в этой смене. Ну и на фоне усталости. Здесь, наверное, уже нарушало правила. Вот тут против Сигарева, да? Повалил его на лед. Итак, у адмирала 25-й показатель в лиге по игре. В большинстве всего-напсего 10% реализации с копейками. 4 заброшенные шайбы адмиральцами. Ска 6-й по игре в меньшинстве. 87,2% это процент нейтрализации. Так, и что, еще удаление сразу? Действительно. За задержку соперника плюшкой удаляется игрок адмирала. Это Лисин. Ну, собственно, и не поиграл адмирал в большинстве. Не успели мы оценить. Никакого адмирала с этим делом обстоит. В формате 4 на 4. Минуту 45 будут действовать команды. Ска в таком формате не забивал и не пропускал. У адмирала 1-1 в предыдущих матчах этого сезона. Куаларш выкатил из-за ворот. Тоже здесь было опасно, потому что накатывал уже соперник прямо на колыж. Тоже один еще за спиной был. Обошлось все для адмирала. Чудинов пошел в зону. Хороший пас налево. Бросок по воротам. Это Панарин. Куаларш принимает бросок на себя. Панарин. Идет к воротам. Артемий сам прорывается. Продирается. И еще бы забил бы. Был бы гол красавец. Александров. Пока в формате 4 на 4. Серьезное преимущество у СКА. Панарин забежал в зону. Подобрал шайбу. Пас на синей линии. Здесь Кутейки не сумел шайбу удержать. Так что Панарин сам же катит на свою половину поля. Дальше пас вперед на Шипачева. Обратная передача на Панарина уже не прошла. Александров. Юнге. Можно забивать. И шайба в воротах. 2-0. Адмирал. Вот и лучший бомбардир Адмирал сказал свое слово. Ошибка Юрия Александрова в собственной зоне. И Юнге блестяще разбирается с Евгением Иванниковым. Вот как это все произошло. Вот Александров разворачивается и точно в Юнге шайбу запускает. Ну а дальше уже Швед переигрывает вратаря. Это город, где вроде Шведом должны грозить, но пока наоборот. И так 2-0. Юнге. Шестой гол. Между прочим, у Рихарда Юнге уже в этом сезоне. Восьмой набор на очко. Готовится выходить Дмитрий Юдин. Спустя несколько секунд его примеру последует и Берлисин. Скаф в большинстве, но буквально на пару секунд. Додонов с шайбой. Бросок поворота. Мимо шайба пролетает. Калинин. Додонов. Пас еще один подбросок. Опасно это все. И Налимов справляется вместе со своими игроками обороны. И Лисин уже в атаке подключает Горошанского. Горошанский штанга или гол? Все-таки гол, да, показывает? Или что? Нет. Не знаю. Видимо не гол, да? Этот жест суди не в ворот, а в адрес удаленного человека. Давайте посмотрим. Горошанский. Да, это штанга. Это именно штанга. А сейчас бы уже 3-0. Ты бы мог себе представить, что СКА выходит в этом матче на рекорд. И по второму периоду уже проигрывать в трешайбе. Но не проигрывать. Штанга спасла. Штанга спасла. Ну и Червенко тоже вмешался. Заработал удаление. Судя по повтору, ощущение, что действия Червенки никак не повлияли на бросок Горошанского. Ну вот давайте теперь посмотрим на большинство Адмирала. 10 секунд они уже играют в этом большинстве, пока составы не уравнялись. Может быть, что-то получится у них разыграть. Зубов. На пятачок делал передачу. Там в окружении нескольких соперников находился Угаров. Сложно было ему принять шайбу. Адмирал продолжает разыгрывать ее у борта. Лисин. Перевод на Пайета. Тот бросает по воротам. Шайба отскакивает. И в своем у борту здесь Лисин поборолся. Сделал пас на Зубова. Зубов на синюю линию. Снова Пайет с левой стороны. Перевод на право. Бросок. И точно в чудиново шайбу пролетает. После чего армейцы ее из своей зоны выводят. Пайет. Горошанский. Передача направо. Выстав звенок Горошанского. Вместо Зубова с партнерами. Бергфор с шайбой. Гюнге. Лес на оборота. Лес на пятак. Заставили Егора остаться с шайбой. Но она по-прежнему в зоне обороны армейской. Бергфорс. Бросил сам Александров. Там встает по пути шайбы. Горошанский. Бергфорс. 25 секунд. Уже чуть меньше у Адмирала. На игру в большинстве. Здесь появился Кузьмин. Бросает по воротам. И вылетает шайба за пределы площадки. А кого это показывает Грегор? Вспоминаем, как Бергфорс в большинстве бросал по воротам. Вот здесь Клюшко Александрову встала на пути шайбы. Но и все равно там Иванников. Это показалось, что шайба теперь медленнее летит. И поэтому Иванникову было проще. Но Иванников-то настраивался вот на тот первый бросок до того, как шайба изменила направление. Так что все равно было непросто ему шайбу отразить своим щитком. Еще бросок по воротам. Это Колорш. И снова Иванников в игре. Последние секунды штрафного времени Червинки. Сейчас он уже будет выходить на лед. Это бросок Колорфра. Точно во воротаря прилетела шайба. А на последние секунды большинство Грегора и Вопси вовсе Ушениных выпустил. Все, СКА в полном составе. Черенко вышел на площадку. Однако атака Адмирала продолжается. Пас на пятак. Владислав Ушенин подбирает шайбу. Здесь брат. Сыграли с Горшковым. Горшков бросил сам. Сам же здесь за воротами подобрал шайбу. Еще экс-игрок Тюменского Рубина. В прошлом сезоне там выступал. Снова братья Ушенины. Здесь передают шайбы друг другу. И не получается бросок у Вячеслава. Не попал по шайбе. СКА выстрел эти две минуты. Выстрел еще какое-то время при игре 5 на 5. Когда Адмирал продолжал находиться в зоне атаки. И вот теперь впервые за уже довольно долгое время добрался до зоны атаки. Без броска поворотом, правда. Но хотя бы просто туда съездили, прокатились. Сейчас что-то может быть и получится. Торресон. Мортенсен. Торресон. Не опускают его на пятачок. Соколов. Торресон. 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 Пас налево. И прокатился за воротами Антон Белов и потерял шайбу за этими самыми воротами. Так развел руки в стороны. Видимо демонстрирует, что его там каким-то образом зацепили. И именно поэтому он шайбой расстался. Но никаких нарушений арбитры не усмотрели. Чудинов. Открывает шайбу. Дальше подключает Белова. Белов набрасывает. И Налимов вступает в игру. Вот так 2-0 по-прежнему. Адмирал. В Санкт-Петербурге пока что обыгрывает СКА. Благодаря шайбам Константину Соколову и Рихарда Гюнге. И лекции болельщиков становятся более напряженными. Статистика на данный момент во втором периоде говорит нам о том, что СКА в створ ворот бросил всего два раза. Это броски Червеньки и Панарина. А вот Адмирал в том же самом компоненте добрался уже до отметки 10 бросков в створ ворот. При том, что за весь первый период было только 11. Ну, понятно, здесь было большинство. Причем даже два большинства. Ну, если чуть-чуть вот эти несколько секунд посчитать до того, как Лисин удалился. В общем, пока период за Адмиралом. Примерно половина его сыграно. Пока в этом периоде Адмирал играет лучше. Мы помним это попадание в штангу от Горошанского. Посмотрим, чем ответит СКА. А СКА реально может ответить уже прямо сейчас. Команда будет играть в большинстве угаров. Покатил отбывать две минуты. Ну что, есть шанс у армейцев наконец уже забить. Естественно, Ковальчик на льду. Правда, вот после этого вбрасывания Бергфорс. Бергфорс подбирает шайбу и довозит ее до зоны соперника. Додонов. Ковальчук. Бросил шайбу в зону. Гюнги первый. Гюнги ее выбросил. Снова Ковальчук. Входит армейцы в зону. Понарин. Дальше пас на Шипачева. Колош. Кого прижимает к борту. И удастся выбросить шайбу. Удается, да. Пока адмирал очень уверенно отбивается. Уже 40 секунд, 45 секунд сыграно в этом меньшинстве. Команды из Владивостока. Ковальчук. С правой стороны теперь Понарин вошел в зону. Белов появился на синей линии. Сразу же бросок последовал. Но это не Белов, а Ковальчук. Снова Илья с шайбой. Меняется состав в СКА постепенно. Белов бросает с правой стороны. И Налимов в шайбу ловит своей ловушкой. Большинство СКА продолжается. Червянка делает передачу на Белова. Налимов успел переместиться. Был готов к такому развитию событий. Фанаты адмирала довольны. Торресен. Белов. Торресен. Снова на Патрика шайба. И... Нет, здесь на этот раз не увидели мы броска. Бросил Торресен. Шайба пролетела мимо ворот. Белов по борту отправляет на Червянку. Здесь Торресен. Червянка. 25 секунд есть еще у СКА. Чединов не бросает. Наставляет шайбу до Белова. Как подключает Червянка. Червянка уже главная осенья линия. Белов отбросок Чединова. Налимов в игре. Отлетает шайба в углу площадки. Здесь Кузьмин прижимает Мортеншена к борту. Но не удается шайбу отобрать. Червянка. Белов. Бросок Налимов. Снова Налимов. Шайба в сетку. За стеклом попадает. А Угаров уходит на лед. В полном составе Адмирал от защищалась команда. Все две минуты. А мы вспоминаем что? Мы вспоминаем гол Рихарда Гюнге. Ну и вот, собственно, то, что и нужно было делать Александрову. Благодаря этой графике мы с вами прекрасно еще раз разбираем. Спокойно. Сыграй по борту. Я что-то начал придумывать. И Гюнге его за это наказал. 2-0. Около 8 минут играть еще во втором периоде этой встречи. Бергфорс. Калинин. Через противоположный борт пытался вывести шайбу из зоны. Но Адмирал успел эту зону закрыть. Горошанский. Борьба в углу. Горошанский. Подключил Бергфорса. Тот бросает поворотом. Осипов. Еще бросок. И... Ну вот. Иваников шайбу не удержал сразу. Но тем не менее накрыл ее ловушкой. Так что все здесь для СКА. Обошлось. Тренерский штаб. Команда СРРК был перед вами. А это здесь Иваников. Не спешит покидать свое рабочее место. Хотя там мальчики с лопатами уже... Включились. Процесс очистки льда от снега. Максим Скалов. И за стеклом, по-моему, Алексей Семенов. Не уверен. Но так из-за стекла не очень хорошо видно. Но похож. Вбрасывание в зоне СКА сейчас состоится. И игра будет продолжена. Еще раз. Необходимо произвести это вбрасывание. Игрессивов на этот настаивает. Длиннее для судья. Игрессивов. Дейкен. Выходит хозяева из своей зоны. И неплохой сольный проход от Патрика Торресона. Но не завершился он ни броском, ни передачей на кого-либо из партнеров. Так. А вот это опасно. Перехвачена шайба. Бросок на Лимов. Блестящий сейф Ивана Налимова. Не знаю. Может быть в Питере сейчас смотрят на этот матч. Их же кусают локти. Думаю, зачем Налимова отдали. Червенко. Остановлен Налимовым. И видите. Налимов выставил ловушку. И Червенко как будто бы в нее и бросал. Может быть Налимов просто успел так хорошо изучить всех питерских форвардов, что он уже заранее знает, куда будет лететь шайба. А питерские форварды успели забыть, как играет Налимов. Пока он выступал за Адмирал. Макаров. Брошена шайба в зону. Иванников здесь ее останавливает. Константин Макаров. Вот один из тех хоккеистов, который является, скажем так, послом высшей хоккейной лиги. Континентальной. Потому что это всегда очень интересно. Лучшие игроки ВХЛ. Насколько они конкурентно способны к ходу сезона, перед сезоном. И вот в этом зоне несколько топ-нападающих ВХЛ прошлого года отправились в консументальную хоккейную лигу. И Константин Макаров как раз один из них. И по выступлениям в том числе и этого форварда можно оценивать, насколько конкурентно способны лучшие игроки высшей лиги на этом уровне. Мы смотрим за Русланом Башкировым. Мы смотрим за Кириллом Лебедевым. Мы смотрим за Константином Макаровым. Но вот Макаров пока что, пока что всего одну результативную передачу имеет на своем счету. За Ушенинами, кстати говоря, тоже смотрим. В прошлом году выступали за команду Молот при Камье. Неожиданно для многих так. Очень здорово выступившие и показавшие хороший результат. Ну а сейчас Адмирал будет показывать очередное большинство. Дмитрий Калинин получил две минуты. И пока это снова немного отбрасывает СКА назад. По дороге к сокращению отставания в счете. Бергфорс. Передача сзади в целую линию. Снова Бергфорс. Бросок и гол 3-0. Бергфорс. Ну, может быть, кто-то и задел по дороге. Но бросал Николас Бергфорс. Давайте сейчас повтор посмотрим. Вот они сейчас сами, похоже, выясняют, с Грошанским задел или не задел. Вот Грошанский показывает, что нет. Это ты. Значит, Бергфорс. Так. Вот полетела шайба. И... Да, Грошанский ее не задевает. Но закрывает абсолютно видимость Евгению Иванникову. И она влетает в ворота. Шайба влетает в ворота. 3-0. Адмирал. Вот так. Матчи против СКА в Санкт-Петербурге. Другие тренеры, другие команды. А результат пока что тот же самый. СКА Адмирал обыграть не может. Но есть еще третий период. Есть еще остатки второго. В общем-то, все может измениться. СКА в такой ситуации не был. Но мы в этом сезоне большое количество примеров можем привести, когда команды отыгрывались с 3-0. Не всегда, правда, выигрывали матчи при этом, но отыгрывались. Для Николса Бергфорса это вторая шайба в сезоне. Шестое набранное очко. И прослушал я, как он назван, ассистентом. Сейчас уточним. Показка в атаке. Додонов. В коньки попадает сопернику. Белов на синей линии. Фонарин. Здесь Налимов успел вытянуть свою клюшку. И помешал передаче состояться. Атака продолжается. Ну, вот, большое спасибо, что мы увидели момент этого броска. Надеюсь, на повторах он хотя бы будет. 3-1. Фонарин делает передачу, получает обратную шайбу и расстреливает ворота Адмирала. Здесь Налимов хоть и перемещался, но уже не успел. Он задел, да, задел блином. Но все-таки шайба влетела в ворота. Артемий Фонарин. 1-3. И так уже все плохо для армейцев. Совсем недолго разница в три шайба держалась в этом матче. Евгений Додонов в качестве ассистента у Фонарина. Для Артемия это третий гол в сезоне. Девятое наборное очко у Додонова. Пятая результативная передача и седьмое наборное очко. 3-1. 3-1. Игра продолжается. СКА размочил. Может быть и дальше. Дело пойдет на лад. Ровно одна минута понадобилась СКА, чтобы ответить на третью пропущенную шайбу. У Бергфорса, кстати, в ассистентах Рихард Гюнге. То есть у Гюнге сегодня гол плюс пас. Он продолжает утверждаться на позиции лучшего бомбардира своей команды. Два очка сегодня набрал. Всего теперь стало 9. У этого форварда. Кетов. Евгений с шайбой. Здесь его Макаров прессует. А вот это, это. Ой, а зачем передача? Это Тихонов. Мог бы бросать сам. Решил подключить Кетова. В итоге не бросил никто. Интересное сочетание. Снова Тихонов в шайбе. Бросок и гол. 3-2. Виктор Тихонов. Ну вот смотрите, как дело-то пошло. Оказывается, только одно надо было забросить. А дальше все само уже, как по накатану. И, между прочим, первый гол Виктора Тихонова в этом сезоне. Илья Ковальчук у него в качестве ассистента. Из-под защитника бросок. И Налимов не успевает к этой шайбе. И уже 3-2. И уже 3-2. Назревавшая сенсация. Так у нас как-то вот... Может и не стать вообще сенсацией никакой. Уже 3-2. И еще весь третий период. Плюс остатки второго. Для Виктора Тихонова первая заброшенная шайба. Третье наборное очко у Ильи Ковальчука. Это передача уже 11-ая. Нет, могу просить, 11-ая. Нет, 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 конечно. Приводится заброшенных шайб. И четвертая передача для него в этом сезоне. 15-ая наборное очко. Душан Грегор берет тайм-аут. 2-я подряд пропустила его команда. Вячеслав Быков. Также строг и эмоционален. Ну что, Илья Ковальчук сделал передачу. 15 наборных очков. Он лучший бомбардир лиги на данный момент. Но мы ждем заброшенные шайбы от Ковальчука. Потому что вот та серия пятиматчевая, о которой я говорил, это не просто результативная серия. Это серия именно снайперская. Илья Ковальчук забрасывал шайбы в пяти матчах подряд, что является повторением его личного рекорда. Вот, а если говорить про результативную серию, то для Ковальчука она насчитывает 7 матчей. Только в одной игре он не набрал ни одного очка. Это был второй матч сезона. Матч против Сочи. Там, где Ска держал победу со счетом 3-2. Ну да, вот в такие моменты, конечно, жалко, что ты не в Питере. Тут все очень и очень даже. Очередной бросок от Червинки. Шайба в маску попадает Налимову. Ну все нормально с Налимовым. Никто не пострадал. Дубов выиграл вбрасывание у Мортенсона. Торресон. Пас на синюю линию. Оттуда следует бросок. А это проброс. Около двух с половиной минут остается играть с командом во втором периоде. Четыре заброшенные шайбы мы увидели в этом отрезке. Это гол Бергфорса мы вспоминаем. Дальше следом за этим шайб Артемия Панарина. Ну и гол Виктора Тихонова. На три шайбы две команды потратили 3 минуты и 12 секунд ровно. Баникаровский. Мимо шайбы проскочил Илья Ковальчук. Тихонов. Виктор Тихонов сохранил шайбу. Прокатился за воротами. А вот интересно. Паникаровский сейчас пойдет меняться? Или пойдет меняться вся тройка? Да нет, похоже, Паникаровский играет. А мы-то помним, что в первом из Венецкого и Тихоновым действовал Кучерявенко. В начале этого матча. Ковальчук. Концовка периода, конечно, за СКА. Забросили две шайбы. И сейчас продолжают владеть преимуществом. Продолжают находиться в зоне атаки. До дона в пас из-за ворот в сторону Пятака. Шипачев не видит шайбы. Она у него прямо за спиной. Если бы развернулся, клюшку бы своей, конечно, ее зацепило. Горшков. Бросок поворотом и Ванников. Пошла последняя минута второго периода. Армейцы выбираются из собственной зоны. Белов. Шипачев. Беспайет вроде бы первой из шайбы. Но до донов успевает навязать борьбу. Выиграть эту борьбу даже. Белов. Торосан. Торосан развернулся. Оставил шайбу Белову. И попытка сразу в одно касание бросить поворотом не проходит. Но сложно было. Надо было еще развернуться для того, чтобы подстроиться под шайбу и бросить сразу. И не получилось этого сделать. Последние секунды второго периода. И здесь не спеша прикатил в зону соперника Вячеслав Сушенин. И в тот момент, когда игроки боролись за шайбу у борта, прозвучала сирена. Второй период этого матча завершен. Адмирал продолжает вести в счете. Адмирал продолжает уходить в раздевалку с преимуществом в одну шайбу. 1-0 после первого периода. И 3-2 после второго. Так что этот период команды тоже сыграли. Так скажем, результативно. И сыграли они его в ничью. 2-2. Хотя мы помним, что табло горело 3-0 в пользу Адмирала. И если бы вот и с таким счетом завершался второй период, то это же, конечно, была очень большая неожиданность. А так 3-2. 3-2 пока тоже результат, наверное, не самый предсказуемый. Но позволяющий еще армейцам надеяться на успешное завершение этого матча в свою пользу по итогам 60 минут игрового времени. Смотрим, как во втором периоде развивались события. Рихард Гюнги пользуется ошибкой Юрия Александрова и переигрывает Евгения Иванникова. Увеличивая преимущество своей команды, это было на 25-й минуте и 2-0. Таким образом Адмирал повел. Вот тоже момент очень опасный. Александр Горошанский попадает в штангу. Ворот Евгения Иванникова. Здесь счет мог становиться 3-0. СКА повезло. Но не повезло чуть позже. Смотрим моменты, которые и у ворот Адмирала возникали. То есть Иван Налимов блестяще справился с выходом Романа Червинки. Там адмиральцы потеряли шайбу при выходе из зоны. И очень опасный момент был. Ворот Налимова. Но вратарь выручил. А вот здесь в большинстве третий гол в ворота СКА все-таки состоялся. Бергфорс стал автором шайбы. Два очка также уникался в сегодняшней встрече. Гол и результативная передача. И счет стал 3-0. Вот уж сюрприз так сюрприз. Но после этого, после этого СКА начал отыгрываться. Бросок Фанарина оказался для Налимова не берущимся. Все, он дотянулся до него. Попала шайба в блин голкипера. Но все-таки отлетела в ворота после этого соприкосновения. И ровно минута прошла после гола в ворота СКА. Так что очень быстро армейцы вернули разницу в две шайбы. А потом спустя еще пару минут отличился и Виктор Тихонов. Наконец-то забил. Много говорилось о том, почему не может забить Александр Радулов. Другие снайперы. А вот про Тихонова как-то в этом смысле немного забыли. В тени Ильи Ковальчука он остался. Ковальчук много забивает. Является лучшим бомбардиром лиги. А то, что Виктор Тихонов никак не может забить. Несмотря на победы постоянной своей команды. Несмотря на результативную игру. Об этом как-то никто особо и не вспоминал. Но вот теперь есть повод говорить о Викторе Тихоневе в связи с тем, что он свой гол забил. Уходим на перерыв и ждем третьего периода. Это снова Санкт-Петербург и Ледовый дворец. Куда уже стеклось огромное количество зрителей. И все они ждут выхода вот этих парней из раздевалок на лед. СКАП у себя дома пока что проигрывает адмиралу из Владивостока со счетом 2-3. А был вообще 0-3. Но две шайбы во второй половине периода предыдущего. Армейцы отыграли. И в концовке в общем-то явно были сильнее. Так что этот перерыв, конечно, был на руку адмирала. Есть у них возможность тут немного передохнуть. Может как-то перестроиться, перегруппироваться. И в третьем периоде удержать свое преимущество. Ну, по крайней мере, это явно то, на что адмирал сейчас рассчитывает, выходя на площадку. Статистика второго периода говорит нам о том, что по броскам адмирал был лучше. 15-12. Здесь можно отдельно выделить снова Рихарда Гюнге, который уже 7 раз бросил в створ в ворот соперника. У СКА самый бросающий игрок это Роман Червин. Он в ворот он бросил 5 раз. Но пока не забил. Хотя вообще вот у СКА лучшая реализация бросков к воротам в лиге. Больше 13% бросков в створ они превращают в голы. И опережает ближайшего преследователя по этому показателю более чем на 2%. По вбрасываниям также во втором периоде лучше СКА, так же как и в первом. 15-12 в этом отрезке. Ну и снова я отмечаю Андрея Сигарева. Пока он на точке выглядит очень здорово. 79-ти выиграл по сумме двух периодов. Два удаления во втором периоде было у Адмирала. Три у СКА. Но правда в большинстве была заброшена всего одна шайба. Все остальные при игре в равных составах. СКА обе свои забил в формате 5 на 5. И СКА не только лидирует по количеству общих уголов. Он лидирует еще и по количеству шайб именно в формате 5 на 5. Теперь их стало 23 у армейцев. Третий период стартовал только что. И игра продолжается. Отмечаем опять же, что у Адмирала выходит на стартовое вбрасывание Андрей Сигарев с партнерами. А давайте посмотрим, в каком составе первое питерское звено. Здесь Ковальчук, здесь Тихонов и здесь Кучеряев. Вот там была пара моментов, когда Паникаровский выходил. Кучеряев, бросок по воротам. Шайбу Ивана Налимова. В концовке второго периода пара смен была, когда оказывался Паникаровский все-таки в этой тройке. Но, видимо, это такая ситуация была связана со сменами. Еще, может быть, с чем-то. Ну, что-то такое. Не постоянное. Сейчас снова Кучеряевенко на льду в тройке с Ковальчуком и Тихоновым. Пает подплатил шайбу. В среднюю зону ее вывел. Зубав. Снова Пает. Логан за своими воротами. Пас на Лисину. СКА очень активно при отборе шайбы действует уже в зоне соперника. Дадонов. Панарин. Прокатился за воротами. Выкатил, бросил. Алимов поймал. Если у СКА к третьему периоду остались силы, чтобы весь период вот так сразу же отбирать шайбу у чужих ворот, то Адмиралу будет просто невероятно сложно в эти 20 минут. Чудинов. Бросок Торресона. Снова Налимов в игре. Земчонок. Ну и, пожалуй, от Ивана Налимова очень многое в третьем периоде будет зависеть. Вот на первых минутах пару бросков по воротам Адмирала мы уже успели увидеть. Ну и пара слабых приемов. Это не третий период, это то, что и во втором происходило. Ну и, в частности, один из таких самых курьезных эпизодов, когда клюшка Конякоровского застряла в шлеме у Вячеслава Ушенина. Червенко. Гюнге здорово защищался против Червенки. Грошанский. А вот здесь вышла шайба из зоны, но и армейцы с ней расстались. Пусть и ненадолго, но все-таки расстались, поэтому не было повода у Судьи свистным положением игры. А вот сейчас был. Вот сейчас был, шайба снова вылетала, Червенко ее снова завез, а там в глубине зоны Патрик Торресов еще находился. Так что здесь оффсайд, действительно. Броссунь в нейтральной зоне. Калинин отправляет шайбу за чужие ворота. Колорж и Конякоровский. Давыдов. Вот именно Илья Давыдов занял место в паре с Яном Колоржем там, где играл Михаил Науменков до обмена в ЦСКА. Возвращение в ЦСКА. Броссунь появился теперь у Адмирала, так что здесь снова обострилась борьба за позицию первого номера, потому что Броссунь вратарь, который уже давно сидит в запасе. В этом году вообще третьим вратарем он стал, несмотря на то, что... Ну, кажется, что Кевин Долан не такой уж вратарь, да? Чтобы конкуренция ему проигрывать существует без единого шанса. Тем не менее, Броссунь в шансах своих так и не получил. ЦСКА. В Адмирале, теоретически, может и первым номером стать, если сумеет переиграть и Аханина, и Налимова. Но сегодня, пока Налимов выдает такой матч, что возникает вопрос о необходимости Бросско-Викова. Потому что если Налимов будет так действовать в каждой игре, какие вопросы вообще? Зачем еще какие-то вратарии? Тихона, вбросок поворотом, Налимов в лове шарит. Три минуты позади в третьем периоде. Три-два, Адмирал впереди. Это, скажем так, был представитель народной группы поддержки. Есть официальная группа поддержки, есть народная группа. Есть числа добровольцев. В удалении у Адмирала. В удалении Адмирала. И вот сейчас... Вот сейчас СКА может начать в этом матче забивать и в большинстве. Илья Зубов. Там команды. Оставляет партнеров четвером. Против Шипачева. А вот здесь. Сыграл недолжным образом своей клюшкой. Бесспорное удаление. Ну и ждем, что предложит СКА в этом большинстве. СКА традиционно предлагает четыре нападающих, включая Ковальчука. Ну а Гюнге вот уже традиционно побежал в атаку. И отбирает шайбу. А вот там Бергф раскатил на пятачок, если бы сделал передачу туда. А было сложно. Теперь необходимо вернуться в оборону. Понарин. И пас на Шипачева. Шипачев так очень хитроумно поставлял клюшку. Дадонов. В лежащего уже Кузьмина попал. Казалось, что Кузьмин может быть рановато. Лег под этот бросок, под шайбу. И начал его форвард СКА объезжать. Но в итоге все-таки Кузьмин сумел поставиться. И прервать эту передачу. Поскольку Дадонов все-таки именно пас решил в этой ситуации сделать. Торресон. Червенко. Перевод направо. Снова Червенко. Здесь Белов. Белов бросает поворотом. И шайба отлетает. И покидает пределы площадки. Группа Ленинград заводит и болельщиков, и игроков. Надо полагать. А, это в конек гола же шайба попала после броска Белова. Любопытно. Ну и вот. Фонарин на Шипачева. Шипачев в касании. Пытался переправить. Не попал в створ ворот. Чудинов. Червенко. Направо. Бросок. Гол. 3-3. Все-таки СКА забил в большинстве. Все-таки они сравняли счет. И совершили вот такое возвращение со счета 0-3. Червенко делает передачу. И вот здесь. От конька. От конька Патрика Торресона залетела шайба в ворота. Но это должно быть засчитано. Здесь не было умышленного движения ногой. Да, в общем-то, даже и не возникло вопроса. Да, никаких просмотров, ничего не было. Антон Белов бросал поворотом. И еще момент возникает. Бросок с неудобной Налимов. Адмирал, конечно, должно быть обидно. Все-таки ввели 3-0. Счет 3-3. Но тут все по игре. Адмирал сейчас должен бороться за какие-то хотя бы очки в этом матче. Потому что СКА сейчас безраздельно властвует на площадке. Это повтор выхода Виктора Тихонова к воротам. Бросался неудобной руки, но не сумел переиграть Налимова. Для Патрика Торресона заброшенная шайба стала третьей в сезоне. Восьмое набранное. Ух, какой бросок и шайбы снова в оборотах 4-3. Кистевой бросок от синей линии. Ну и где-то, наверное, там был рикошет. Так, вот здесь давайте смотреть. Баникаровский отбрасывает на Александрова. Да нет, ничего не было. Прямое попадание в цель. Похоже, Налимов просто не увидел момента броска, не увидел шайбы. И что ж, Юрий Александров исправился вот за ту свою ошибку, когда он подарил шайбу Гюнге. Сам привез в свои, сам забил в чужие. Вышел в ноль. И вот уже 4-3. И вот уже 4-3. И вот уже сенсации как-то вот у нас. Снова не пахнет. А потенциальный новый рекорд по победам на старте сезона. Вот он замаячил. Ария Аханин. За у нас уже его юрия Александрова. Ария Аханин. Додонов. Пас на пятак. Для Юрия Александрова второй гол в сезоне. Третье наборное очко. Адмирал в атаке. Панарин перехватывает шайбы. Вдвоем бегут в форвард СК Панарин и Додонов. Додонов решил бросить сам. Попал в Осипова, который лег на лед. Предусмотрительно. Пайет. Передача вперед в среднюю зону. Шайбы перехвачены. Это Мортенсен. Снова Мортенсен. Осипов. Зимчонок протопнул шайбу по борту на Гюнге. Калинин сделал пас на Мортенсена. И такое напряжение несколько спало, да? По ощущениям. После того, как СК вышел вперед. У нас сейчас игра... Так, без ворот. Ну вот, вышло первое звено армейское. И... Возможно, на Лимову снова придется потрудиться. Тихонов с шайбой. Пошел за лицевую. Выкидался с другой стороны. Бросил поворотом. Шайбу скачет перед вратарем. Зимчонок. Пас на Макарова. Макаров против двоих. Бросает из-под Кутейкина. Иваников ловит шайбу. 4-3 в этом матче. Около 8 минут сыграно. В третьем периоде СК забросил 4 шайбы подряд. Две до перерыва и две после. Третий период пока что за армейцами. Ни одного броска в створ. Вот этот, наверное, сейчас нам посчитают. Онлайн-протокол. Тот, который был последним от Константина Макарова. А до этого в створ ничего не летело. Армейцы потревожили на Лимову уже 7 раз. В этом периоде. Пауза вот эта сейчас, не знаю, может быть тоже на руку Адмиралу. Может быть, удастся что-то придумать Дусану Грегору. Чтобы его команда впервые в этом матче сумела сравнять счет. Адмирал только ввел. И какое-то время играл в ничью со СКА. Но еще ни разу не проигрывал. Коболков. Пытается освободиться от Вячеслава Бушенина. Сыграл с Кутейкиным. Кутейкиным по борту шайбу запускают за ворот. Там поборолся Конякаровский. Здесь с правой стороны Коболуков. Оттеснили его за ворота. Коболуков там. Пытался снова что-то придумать. Горшков выводит шайбу из зоны Адмирала. Кутейкин. Белов. СКА сегодня не смотря на 4 заброшенные шайбы, нет игроков, которые бы набрали хотя бы 2 очка. В каждой голевой атаке участвовали разные люди. Тоже показатель глубины состава, показатель того, что в этой команде угроза представляет абсолютно любая тройка нападения, да и пара защитников. От Аюдин и Ермаков все-таки чуть реже выходили уже во втором периоде. В третьем, не знаю, будут ли появляться, но пока не было. Торосен шайбой оставляет Калинина. Калинин щелкает от синей линии. Физулин запустил по борту там Зубов. Но пока Адмирал только обороняется. Несмотря на то, что команде, конечно, необходимо сейчас Буму так вроде бы отыгрываться, выступают они в одну шайбу. Но пока СКА настолько мощен, что возможностей-то фактически нет. А у Белова не получился бросок. Вот, наконец, мы его разглядели здесь. Бросок не получился, но повезло, что шайба попала в конек Торосена и дальше отскочила оборота. А это бросок Юрия Александрова. Илья Зубов, капитан Адмирала, с тех пор, как Никитенко ушел в ладу. У нас Зубов был назначен на эту должность. Зубов, кстати, играл в команде Вячеслава Быкова. Командой был Слав Адвилайев. Но там всего 25 матчей провел Илья. И признался, что сам виноват в том, что начинал закрепиться в составе. Соскучился по России, по друзьям, рестораны, бары. Молодец, что готов признать это. Юнгий за ворот делал передачу сейчас на Бергфорса. Ну, острый угол и Банников, прижавшийся в штанге. Бергфорсия не позволили Адмиралу отличиться. Зубов вот сейчас на точке сбрасывания против Тихонова, кстати говоря. Потому как снова вышел играть Алексей Паникаровский в первую тройку, а не Александр Кучеряенко. Паникаровский с шайбой. Вот так Налинов плечом, ключицей подставляется под этот бросок. А здесь вне игры у СКА. Ну вот так, несмотря на то, что начал СКА третий период с Кучеряенко в первой тройке, все-таки, все-таки снова откатил его Вячеслав Быков. А сейчас даже узнаем, в какое звено. В четвертое, наверное. Додонов рвется к воротам. Здесь волна по трибунам. Восемь с половиной минут до конца третьего периода. Шипачев играет назад. Додонов. Шипачев. Чилинов бросил шайбу в зону. Не получилось у него этого. Это Горшков бежит в атаку. Белов вернулся здорово к воротам. Лег под шайбу. Там силовой прием тоже неплохой. Снова Горшков. Владислав Ушенин. Тянулся к шайбе Колыш. Не получилось. А вот тут Адмирал, смотрите, сейчас вот в этой смене, по крайней мере, уже совершенно не уступал СКА на площадке. Ушенин уже в зоне атаки находился. Бросал поворотом. Причем усилиями четвертого своего звена. Ну, здесь Белов. Здорово сыграл Антон Белов. Остановил проход Александра Горшкова. Ну, и виноват. Юнге выиграл вбрасывание. Позволило Бергфорсу бросить еще раз к воротам. Иванников снова шайбы поймал. Ладонов на скамейке запасных. Дюнги опять встают на точку вбрасывания вместо Горошанского. Ну тоже такой интересный момент по вбрасываниям у Горошанского действительно не очень. А вот здесь Налимов просто ужом вертится в своей братарской площади и шайбу все-таки останавливает. Червенко из-за ворот делал передачу. И здесь рикошет опять же от конька Мортенсона. Той рукой, в которой клюшкой блин Иванников, точнее Налимов, шайбу останавливал. Тихонов выиграл здесь борьбу у Колорджа. Пытается из-за ворот тоже выбраться. Бросок. Налимов в игре. Еще один бросок от синей линии. Здесь рикошет. А вот сейчас, смотрите, Кетов в связке с Тихоновым и Ковальчуком. Похоже, по очереди форвардов четвертого звена Вячеслав Быков выпускает в первую связку к Ковальчуку и Тихонову. 6,5 минут играть в третьем периоде. Адмиралу необходимо одну шайбу отыграть. Шипачев. Как-то уж легко совсем. Сразу мимо двоих игроков в белой форме проехал. Шипачев впас на синюю линию. Оттуда бросок последовал поворотом. Чудинов. Не удалось оставить шайбу в зоне. Белов. Кузьмин. Кофизолин. В своей зоне. У своих ворот. Никуда не торопится. Счет Армейцев вполне естественно устраивает пока что. Но, конечно, еще одну очень здорово было бы забить. Но для этого всегда есть последние минуты и пустые ворота соперника. Скап больше всех в этом сезоне в пустые ворота, кстати, забил трижды. Торосен. Контролирует шайбу. Доставляет ее до Червинки. Червинка. Пас на пятак. Там Кофизолин подключился и шайбу переправил в ворота. Пять-три. Пять безответных шайб под команды СКА. Мы с вами увидели уже в этом матче и уже плюс два по счету. Динар Кофизолин, автор этого гола. Блюстяще, конечно, было все разыграно. А, видеопросмотр. А, вы знаете, тоже от ноги. Тоже от ноги. Да-да-да. Крюшкой-то Кофизолин промахнулся. Шайба влетела в ворота от ноги. Динара Кофизолина. И вот такой довольно спорный момент, знаете, потому что вот это движение с одной стороны понятно, что Кофизолин ногу повернул. С одной стороны. С другой стороны это ведь такое движение, которое он бы сделал так или иначе. Видите? Он так тормозил левой ногой. Поэтому вот сейчас судим, предстоит такой сложный выбор. ну и сейчас все эти мысли в голове у судьи, сидящего где-то там наверху и рассматривающего повторы, конечно, в голове крутятся. Ну, схема же такая. Здесь судья оттуда сверху по связи рассказывает об этом главному арбитру. Он просто рассказывает то, что он видит. И главному здесь уже предстоит решать засчитывать этот гол или нет. я думаю, что это ситуация такая, в которой найдутся и те, кто скажет, что гол надо засчитывать. Найдутся и те, кто скажет, что гол не надо засчитывать ни в коем случае. В любом случае, кто-то будет недоволен. Ну, в зависимости от результата, болельщики той или иной команды. Лица тренеров на первый взгляд выглядят невозмутимо. Ну, вот решение принято. Давайте послушаем. К сожалению, не слышно. А, вот слышно. Отменили. Отменили гол арбитры. Естественно, недовольны зрители в Санкт-Петербурге, вы слышите этот свист. Но я еще раз говорю, ситуация такая пограничная. Потому что, вот на мой взгляд, лично на мой взгляд, то движение, которое Физюлин совершал ногой, он бы совершил и так, если бы попал по шайбе клюшкой. Но клюшкой промахнулся. И арбитры приняли решение этот гол не засчитывать. Ну что, тем интереснее, тем напряженнее, веселее, как угодно будет концовка этой встречи. Огонь, огонь. Выиграли армейцы вбрасывание, но шайбы вылетел в среднюю зону. Там Бергфорст к ней устремился. Пять минут ровно остается провести командам в третьем периоде. Тихонов подхватывает шайбу. Ковальчук там по центру катит на пятачок. Тихонов за оборотами. Куникоровский снова в этом звене. Видимо, не все нападающие выходят играть по очереди. Видимо, только Куникоровский и Кетов. И пока без Кучерявенко и без Кобылкова, соответственно. Соколов. Бросок по воротам вдоль шайбы пролетает. Панарин оставил за спину Шипачева. Шипачев на пятак. Там отскочила шайба от Додонова. Снова Панарин. Кузьмин против Панарина. Удается отобрать шайбу защитнику, но отбрасывает он ее точно на Антона Белова. Белов. На Панарина. Дальше Додонов. И вот это может быть опасно. Втроем побежали адмиральцы в атаку. Зубов. Снова Зубов. Бросок и шайба отскакивает в сторону. Возвращается адмирал в зону нападения. Еще бросок. Это Логан Пает, защитник. И удаление. И что, узкое удаление? Кто там лежит у порта? У порта лежит игрок адмирала. И что здесь произошло? А вот момент. Действительно, на пятаке Белов повалил налет Соколова и оставил команду в меньшинстве. Адмирал одну шайбу в большинстве в этом матче уже забросил. Горошанский сейчас против Мортенсенов встает на точку. Выиграл это вбрасывание. Важное вбрасывание. Так. Адмирал располагается в позиционной атаке. Боет на синей линии. Бросок по воротам. Шайба не долетает до ворот. Там в кого-то из игроков попадает. В центре зоны Осипов справа. Шайба. Еще удаление узка. Сейчас втроем. Команда останется. Да. Звучит свисток. И полторы минуты СКА будет играть в двойном меньшинстве втроем против Петерлиг за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Вот это поворот. Свистят, конечно же, недовольные зрители. Так, давайте вот, да, Калинин. Калинин действительно вверх просто съездил по касателю, но попал же, попал. Ой-ой-ой-ой, там кровь, смотрите, в глаз. Ничего себе. Это может быть и серьезная травма, потому что с глазами, конечно, тут шутки плохи. С другой стороны, с другой стороны на скамейке Берджис не уходит в раздевалку. Может быть, просто такое рассечение, которое где-то там рядом с глазом, кровь может быть. Ладно, пять на три в любом случае. Адмирал может забить. Боэт, бросок по воротам. Отбиваются армейцы. Отбиваются какие стеска. Осипов. Зубав. Боэт вошел в зону. Адмирал, кстати, пять на три в этом сезоне еще не забивал ни разу. Но вот есть возможность начать. Зубав. Еще бросок в Кутейкина. Шайба попадает, отскакивает в сторону. Зубав. Осипов. Боэт. Перевел налево в центр на Грошанского. Грошанского жестко встречают на пятаке. Отбирают шайбу и выбрасывают ее из зоны. Последние две минуты третьего периода пошли. Еще двадцать пять чуть больше секунд есть у Адмирала на игру пять на три. Выборщина шайба из зоны. Налимов. Пять на три уже, скорее всего, не успеют забить, но пять на четыре еще продолжится игра. Горшков. Горшков заменяет Бергфорса в этом большинстве. Хотя здесь вообще сложно сказать, кто кого заменяет. Такая смешанная компания. Белов выскочил на площадку с Кав четвером. Бросок к воротам мимо. Попытка добить ее пресекает Александров. Горшков столкнулся здесь с Шипачевым. Шайба кому достанется? Досталась хоккеистам Адмирала, но в среднюю зону им пришлось откатиться. Возвращаются снова в нападение Зубов. Смещается в театр, бросает поворотом немного неточно. Мимо шайба ворот пролетает. Пошла последняя минута третьего периода. И СКА сейчас уже будет играть в пятером. Торосен. Торосен стремится просто потянуть время, прижимая шайбу к борту там в углу площадки. Однако все как нельзя лучше для него сложилось. Удалось шайбу еще и выиграть. И еще какое-то количество времени у Адмирала украсть. Грошанский. Бергфорс вернулся на лед. Все в порядке с ним и с его зрением. А Адмирал уже ну что шестого-то не будет выпускать. Последние секунды. Пает бросок. И Ванников отражает шайбу. Но еще один раз могут успеть бросить. Оскакивает шайба в угол площадки и все на этом. Звучит сирена. СКА одерживает победу. СКА устанавливает новый рекорд континентальной хоккейной лиги. Восемь подряд побед на старте сезона. Все эти победы добыты армейцами в основное время. 24 очка из 24 возможностей. Конечно, сегодня сумасшедший совершенно по своему сценарию матч. СКА отыгрался со счета 0-3. Удивительная игра результативной хоккей. Адмирал снова проиграл. Так уже нередко проигрывал в этом сезоне. Но сегодня обвинить Адмирал в том, что команда играла плохо. Я думаю, ни у кого язык не повернется. в Питере в полтора периода побеждать СКА с разницей там даже в три шайбы в какой-то момент это немногим. Немногим удается вообще. Адмиралу сегодня удалось. К сожалению, для команды из Владивостока очков за это не дают. Вспоминаем мы, как развивались события в этой встрече. Отмечаем, кстати говоря, что СКА установил рекорд, одержав 8 побед, а Ковальчук прервал свою результативную серию. Снайперскую серию. Очко у него есть одно результативное за передачу, но мы-то ждали, что он в шестом матче подряд забьет гол. Но, к сожалению, эта серия прервалась. Тем не менее, СКА по-прежнему имеет своего представителя на вершине бомбардирского топа. Естественно, Адмирья Ковальчук с 15 набранными очками продолжает первую строчку удерживать. Вспоминаем мы, как сегодня все складывалось для команд в первый период только лишь ближе к своему завершению. Перестал быть нерезультативным. Больше 17 минут команды играли в лучшую 0-0, хотя моменты возникали, моменты были довольно опасные. Очень неплохо действовали вратари. И вот еще один бросок. Бросок у Гарова, с которым справляется Евгений Иванников. это уже действие Ивана Налимова у своих ворот. Здесь Дадонов мог открыть счет, но там успели ему помешать это сделать. В общем, вот мы смотрим первый период и видим, что первый период мог получиться весьма более щедрым на голы, чем он оказался в итоге. В первом периоде была заброшена всего одна шайба, зато смотрите сколько сейвов красивых от вратарей. Червенко сегодня, наверное, такой самый невезучий, что ли, человек по итогам всех трех периодов, поскольку так ничего и не забросил, так ничего и не забил, хотя моментов у Червенко было достаточно. Он пять бросков створ нанес. Ну, а забивать начал Константин Соколов. Вот таким образом с передачи Николаса Бергфорса открыл он счет в этом матче своим кистевым броском. Произошло это на 18-й минуте. 1-0. Адмирал вышел вперед и к перерыву команды подошли с этим счетом 1-0 в пользу гостей. Начался второй период и во втором периоде, во-первых, не так долго пришлось ждать заброшенных шайб, во-вторых, их было гораздо больше. Вот ситуация, в которой ошибаются защитники Юрия Александров. На графике мы видим, как предлагалось действовать Юрия Александрова в этой ситуации, однако он решил сыграть по-другому и в итоге подарил шайбу Рихарду Юнге. Юнге переиграл Иваникова. На 25-й минуте счет стал 2-0 в пользу Адмирала. На этом Адмирал не остановился. Этот гол, кстати, был забит в формате 4 на 4. Вот тот гол Юнге, который мы увидели. Грошанский имел отличную возможность, чтобы забросить третью шайбу для своей команды, но попал в штангу Александр. Иваников здесь был уже бессилен, но зато чуть позже, чуть позже Адмирал играл в большинстве и третья шайба в воротах Иваникова все-таки побывала. Хотя перед этим снова, опять же, мог отличиться Червинкова. Сколько моментов мы смотрим в этом обзоре финальном и видим, сколько раз в них участвовал Червинкова, но все никак ему не удавалось переиграть Ивана Налимова. А вот здесь Бергфорс в большинстве своим кистевым броском выражает цель. Грошанский здорово перед Иваником действует, закрывает обзор вратарю Санкт-Петербурга и шайба окажется в воротах 3-0. 3-0. Адмирал готовится преподнести очень серьезный сюрприз. Но как только мы стали настраиваться на эту сенсацию, СКА начал возвращаться в этот матч и двумя шайбами во втором периоде в общем-то это уже сделал. Артемий Панарин отыгрывает первый гол с передачей Евгения Датонова и происходит это спустя буквально минуту после гола Бергфорса. Так что здесь уже 3-1. Проходит еще минута там с небольшим полторы минуты и отличается Виктор Тихонов. Первый гол для Виктора Тихонова в этом сезоне Илья Ковальчук у него в качестве ассистента выступил. Счет 3-2. После этого гола берет тайм-аут не Вячеслав Быков а Душан Грегор. Но в общем-то видно, что СКА уже переломил ход этой встречи и в третьем периоде армейцы довели начатое до победы. Было снова несколько моментов поначалу. Которые не привели ко взятию ворот Ивана Налимова. А потом вот здесь у Антона Белова не получился бросок так санула шайба. Попала точно в конек Патрику Торресену и от конька Торресена уже влетела в ворота. Вот таким образом это произошло. 45-я минута Белову и Червенке записываются ассистентские баллы. Ничья 3-3. Ничья 3-3. Продолжается третий период. Выигрывают армейцы вбрасывание в зоне соперника. Но видите не самый сильный бросок с кистей от синей линии. Однако вот это скопление игроков мешает Налимову увидеть момент броска в траекторию полета шайбы. И шайба окажется в сетке ворот. И вот уже скат впереди со счетом в 4-3. Было еще один гол в этом матче. Динар Хафизулин также подставил свой конек, после чего шайба влетела в ворота. Однако после видеопросмотра этот гол был отменен. Так что счет 4-3 и стал окончательным для этой встречи. Очень увлекательный, зрелищный, результативный матч мы с вами посмотрели. СКА остается у себя дома и ждет следующих соперников. Ну а Адмирал едет на выезд в Хельсинки против Йокерта. Все, на этом, друзья, спасибо за внимание и до новых встреч До встречи в эфире. До встречи в эфире.